Приветствую вас, друзья, на канале Михалыч Топик Гейм. В сегодняшнем видео мы увидим немножечко Clash Royale. Мы откроем 4 золотых сундука и отправимся собирать карты на Войне Кланов. Первое, давайте откроем же сразу сундуки. Я так понимаю, что с золотых сундуков никогда не выпадало. Самое уникальное, но я собираю вот этих магов и надеюсь мне что-то выпадет. О, 8, 13, неплохо, с золотых сундуков неплохо падают маги. Свинки, и так, ребят, так, ну что, в принципе, в принципе, в принципе, такое себе. Но 13 магов это уже неплохо. Так, ну а мы возвращаемся к Войне и пожалуй пошли на внезапную смерть, в бой. Посмотрим, как у меня выйдет или не выйдет что-то попробовать сделать в этом бою. Так, цель этого боя вы знаете, то есть нужно, то есть дополнительное время идет и победа засчитывается тому игроку, который первый уничтожит вражескую вышку. Сейчас пробую на опережение, на опережение, конечно, идти. Думаю, у меня что-то получится. А может и нет, ребят. Походу не получилось. Я поплатился за это, да. Попробуем, конечно, отбить атаку. Все может очень печально кончиться. Так, 1200. У-у-у, печаль. Нет повести печальнее на свете, чем голем, который пилит вашу базу. Скелет прошел по левому флангу. И это победа на удачу. Сундук с картами и победа первая в казну моего клана. Так, скелеты. Здесь таранчик, летучка, редкая карта. Торнадо, без которого не обходится ни одна, ни один бой. Ну, принесли мы достаточное количество карт. И, пожалуй, попробуем сыграть бой с выбором карт. Нажимаем в бой. И, естественно, она нам предложит на выбор 4 разных карты. Давайте возьмем... Блин, какую же карту выбрать? Шар очень неплохая карта. Шар. Здесь... Блин, блин, блин. Давайте, очень приятно будет запустить шар. И сразу же кинуть стрелы, чтобы убезопасить свой шар от летучих мышей или, например, миньонов. Так, тактика запустить шар и ждать, пока он сделает ветер. Я думаю, должна... Должна как-то сыграть. Ух, скелет у меня хорош. Надеюсь, у меня все получится. Если долго мучиться, то, естественно, что-нибудь да получится. Ну что, у меня тут гоблины пошли. И они наносят первый урон. Не знаю, кто первый ходит, тот выигрывает. Существует такое правило, конечно, в игре. Я не понимаю, почему противник ничего не делает. Может, у него... Мне повезло, и у меня попался какой-то бездействующий противник. Ну-ну-ну-ну-ну-на, блин. Принцесска немножечко обкакалась. И получается, что она слилась. Ой, хорош здесь, блин. Здесь очень неприятная встреча. Призрака королевского. И... Блин, не задел. Не задел. Ну, ладно. Первую тысячу хп я снес у вышки. Пока что преимущество на моей стороне. Не понимаю тактики вот этого... Моего противника. Давайте снесем это вообще кузницу. Зачем она мне тут нужна? Нужна вообще она мне или нет? Так, гоблины, думаю, помогут мне этого гиганта или великана снести. Однозначно. Лишними они здесь не будут. Ну... О, блин. Смотрите, какая тактика у него. Попробуй. Так, куда же ты? Так, надеюсь, эти... И в близком... Кто это? Охотник. В близком бою очень много наносит урона. Так, шар и три эликсира должно у меня быть в прозапас для того, чтобы слить миньонов, если такие тут существуют. Так, шар сделал свое дело. И в деф... В деф мы поставим скелета. Гиганта, скелета. Так, 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 так. Тут гоблины, гоблин. Давай, принцесса. Принцесса, работай. Я поставил на тебя большие деньги. Так, давайте стражами прикроем принцессу. И, в принципе, гоблины, которые будут... Которые никогда лишними не бывают. Так, пока что все идет по плану. Мы выставим вот этого охотника, или как он там называется эта карта. В последний момент, когда уже будет максимально маленький радиус. То есть, вся дробь, которая летит на большом расстоянии, переходит в урон и наносится... Ой, блин, да ладно шоколадно. Я уже немножечко даже подрасслабил свою правую булку. Давайте попробуем шар пустить в бой. Я понимаю, что у него нету чем контрить мой шар. И тут... Однозначно моя победа. Хух. Хорошо. Нормально, нереально. Два из трех. Уже неплохой результат, но я хочу три. Три. Но, чтобы получить три победы, нужно немножечко попотеть. Вы видели, 95 скелетов подрывников. И еще немножечко торнадо. Так. Окей. Окей. Конечно, я понимаю, что бой с внезапной смертью очень опасный бой. Но мой любимый вид боя эликсир, двойной и тройной эликсир, убрали. И я вот теперь буду пользоваться именно таким. Здесь можно использовать свою колоду. И я очень сильно к ней привык. Кто первый ходит, тот и выигрывает. Не знаю, правила это существует или нет. Но вот я не знаю, зачем ты поставил это. Так, там принцесска уже валит. Сделаем вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Это шар. Очень опасная штука. Ох ты, собака дикая. Шар прошел. Прошел шар. И это очень печально. Нет повести печальнее на свете, чем как прошел шар к тебе на базу. Есть или пить. Немножечко напряженный бой, вам не кажется? Эти, блин, а варвары совсем мне здесь не нужны. Думаю, дракончик мой проконтрит их на ура. Так, парень давно не кидал карту. Я думаю, он выжидает. Какие карты у него есть? У него есть миньоны. Это очень плохо. Надеюсь, колдун у меня законтрит. И нужно мне ожидать шар. Ай-яй-яй, блин. Ну, Зевс, спасай. Братуха. Есть. Ну, я понимаю, что я пропустил шар. Прямо в лицо. Но шар никак не контрится. А я понимаю, что... Сюда. Иди. Блин, он задел. Все-таки задел. Плохо в состязании сразу начинать с двух. Так, так. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне нечего. Нечего контрить. Нечем. Четыре четы... Блин, куда ты пошел, колдун? Все, четыре, ребят. Конечно, шар в третьем сражении был лишний. А колдун ушел по своим делам. Немножечко ошибся на одну клеточку и потерпел пиаску. Вот так вот, ребят. Два из трех боев. Я не говорю, что я профессионал в этой игре. Но уделяю много времени этой игре. И как бы мне она нравится. Надеюсь, она понравится так же и вам. Легендарная карта кладбища. И вот так вот. Окей. Также вы видите, что я играю недавние испытания с королевскими рекрутами. Немножечко прошел. Раз, два, три, четыре победы. И, конечно, слился. Это много чего говорит про мой уровень игры. Поэтому, ребят, давайте еще посмотрим мою деку. Которая у меня тут есть. Вот такая вот она. Выглядит вот так. Да. Ну, а карты, по-моему, у меня не хватает. Найдено 82 из 86. Я прям не знаю, каких карт нет. Но однозначно вот эти карты, которые у меня есть. Я как бы доверяю им. И много времени провожу с ними. Давайте, разве что, на подконец проведем один боец. В испытании с королевскими рекрутами. Ну, тут, конечно, выбор очень и очень. Вот этот гигант или, в принципе, кладбище. Конечно. Дилемма, дилемма. Ну, ладно, давайте этого дракона. Так. Так, 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 так. Ну, бревно, так бревно. Ну, охотник так охотник. Я даже не знаю, как эта карта называется. Он у меня есть, но, тем не менее, не пользуюсь. Хотя знаю, что очень серьезная карта при сражении против ближнебойных карт. Ну, то есть, ближнебойных он выносит на ура. Наносим немножечко урончика. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Так, ну, тут, естественно, только такой вот ход. Тут, естественно, только вот так. Нет повести печальнее на свете, чем как отбиться от вот этой черепахи. Почему я не знаю, называю ее черепаха? Черепаха-паха-паха, да? Миньоны, надеюсь, мне помогут в этом противостоянии. Так, миньончики, давайте на вас очень много надежды. Ну, а самая главная карта, королевские рекруты у меня. Я понимаю, что значит и преимущество у меня. Ну, тут вот так вот и, естественно, королевские рекруты. Крутые. Давай, атака на два фланга. Очень серьезная атака. Я вам скажу, не каждый раз ее отобьешь. У-у-у-у, ребятушки-перепрятушки. Конечно, очень неприятно встретить такую карту на пути. Вот такая вот карта. На пути не могу пройти. Единственное, что может проконтрить ее, это же, конечно... Да, я даже, если честно, немножечко задумался. Миньоны, единственное, что может остановить эту карту. Бревно, ну, просто там, я не знаю. Ну, вот так вот, миньоны, давайте. Только на вас вся надежда. Дядюшка-охотник. Надеюсь, охотник. Правда, охотник, ребят, я угадал. Здесь же надпись охотник. Дядюшка-охотник, единственная надежда на тебя. Эй, мы были правы, когда выбирали охотника. Так, что-то он задумал, когда поставил вот эту башню, которая качает эликсирчик. Так, мне нужно, как бы, воинов, которые бьют сверху. То есть, миньоны подойдут здесь во всех видах описания. Хорошими рекрутами, наверное, проведем атаку. И, пожалуй, заберем еще одну вышечку. Это все хорошо. Ой, как хорошо, охотник здесь в тему. Ну, что, давайте еще одну печечку поставим. И, пожалуй, можно выиграть. Даже закончить этот бой в три короны. Совсем неплохо, скажите, ребят. Стратегия не подкачала. Хотя, может быть, мне попался какой-то не особо образованный противник. Но мне понравилось. Надеюсь, вам тоже понравилось немножечко игр с Михалычем в Клэш Роэли. И если вы будете лайкать этот видосик хорошенько, то мы будем снимать Клэш Рояль все чаще и чаще. Всем спасибо за просмотры. Всем пока. Увидимся в следующем видео.